Ну что ж, еще раз, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал на Финам ФМ. Время сухого остатка, 18.04 в Москве. Время поговорить о насущных делах, связанных с финансовыми рынками. Что происходит, в конце концов, там, как нам дальше жить. Всегда меня этот вопрос очень интересовал, особенно во время сухого остатка. Итак, тема сегодняшней программы – валютный рынок. Все внимание на Центробанке. В гостях Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра. Добрый вечер, Артур. Добрый вечер. И Андрей Дергин, начальник отдела аналитики Форекс Клуб. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас еще раз я напомню. У вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону в студии 6510-996, код Москвы 495, либо написать на сайте компании по адресу финам.фм. Начнем традиционно с картины маслом. 18.05 в Москве. Что происходит на основных финансовых площадках мира? Сегодня все в красном. Ну, видимо, со вчерашнего дня еще, надо сказать, вчера очень здорово закрылся СНП. Ну, здорово в смысле, здорово. Сильно закрылся. Огромная черная свечка дневная. Почти 2% потеряла на закрытии. Чуть скромнее упал индекс Доу Джонса. Ну, а сегодняшний день ознаменован тем, что азиатские индексы, в частности, Nikkei 225-й, минус 2,2%. Шанхай Композит почти 1,5%. Наши ребята не отстают сегодня. И Европа, кстати, тоже в минусе. И DAX, и FTSE, и французские КЭКС 40. И наши РТС сегодня теряют 2 с лишним процента. 1530 уже текущая котировка. ММВБ ушел ниже 1490. И это составило проценты 0,2. 1485 текущая ее котировка. В общем, все так достаточно однозначно. Теряют также, смотрим, сырьевые рынки и Форекс. Нефть марки Brent 11350 за бочку. Золото. Ну, золото достаточно стабильно стоит несколько дней. 1590 за унцию. Ну, и евро-доллар опускался сегодня в район 1,30. Практически можно сказать, что протестировал 30-ю фигуру. Сейчас отскакивает и торгуется под 31-ю. 1,3090 его текущая котировка. Фунт никак не закроет дырочку понедельника. 52-51,50. И доллар-иена, надо сказать. Ну, я более детально о валютном рынке, поскольку сегодня тема. Доллар-иена, вчерашние его движения. Я вспоминал, наверное, 4-5 год, когда иена, как индикатор риска, а точнее, индикатор бегства от риска, летала там по 500 пунктов за полтора часа в одну и в другую сторону. Я сегодня вспоминал, глядя на этот график, и прослезился даже, потому что это действительно... Ну, 400 пунктов потерял, и это же мама не горюй называется. Ну, и основной набор голубых фишек сегодня также разнонаправлен. А, сори, также в красном цвете в основном все. И лидерами падения, можно сказать, можно назвать. Аэрофлот минус 1,7%, НЛМК 1,8%, и 2,3% Сбербанк упал ниже 105 рублей за бумагу. Полтора процента сургут нефтегаз теряет. Ну, в общем, все красно. Вот такова картина маслом на этот день. Ну, по поводу рубля тоже надо сказать. Рубль отступает сегодня. Вот Настя только что в новостях прочла, да, уже практически 25 копеек он потерял против доллара. И сейчас он торгуется на споте, сейчас я вам скажу, открою его график. 30,53 в текущем моменте, 30,53. То есть здорово, за два дня, видите, он потерял почти полтинник. А бренд у нас сколько? Бренд 113,50. То есть чуть-чуть он как бы оттолкнулся. Ну, чуть-чуть оттолкнулся, да. Был сегодня еще дешевле. Вот, картина масла. Ну, собственно, давайте начинать разговор. Еще раз напомню, мы сегодня в основном будем с вами говорить о валютном рынке. И, наверное, даже не столько о рынке как таковом, сколько о событиях, которые на этот рынок влияют. И в конечном итоге у меня просьба, да, Андрюш, с тебя начнем. У меня просьба. Значит, что у нас? Что у нас? Ну, Италия, Италия. Мы, кстати, смеялись некоторые, ну так, подшучивали некоторое время назад. Ну, подумаешь, клоун там какой-то у них выходит, да, в политике. Ну, я и не про Берлускони. Нет. Видишь, я знал, что ты спросишь. Там настоящий клоун, да, сформировал партию. И вот он третье место занимает. Помимо этого Берлускони, мы его тоже можно назвать веселым парнем. Вот. И вот что делается, смотрите, да, евро-доллар уже у нас теряет практически два дня. И вообще непонятно, что там с Италией дальше будет. На самом деле, понимаете, можно тут, если на информационном фоне безоблачно все, да, то мы ищем новости, там и уход папы может, да, по нашему мнению как-то повлиять. Ну, мог бы, да, мог бы, согласен. На самом деле итальянская политическая система такова, что в послевоенный период там сменились десятки правительств. И, в общем-то, политическая турбулентность для Рима не является какой-то неожиданностью. То, что мы видим сейчас, если посмотреть на долговые рынки, то доходность по итальянским облигациям растет. Соответственно, можно сделать вывод, что инвесторы, конечно, переживают. Да, соответственно, Риму придется... Посмотрим, как пройдут долговые аукционы и насколько Рим в состоянии будет привлекать средства. Если, конечно же, доходность вырастет, то, конечно, инвесторы будут весьма скептически относиться к будущему Италии. К тому же выросли CDS, то есть страховка от дефолта по итальянским облигациям. Это тоже такой тревожный сигнал для инвесторов, который, в общем-то, сейчас уже по мере того, как греческие проблемы сходят на нет. А все-таки Греция — это всего лишь 2% от совокупной экономики еврозоны, а итальянская экономика все-таки это порядка 24% совокупного ВВП еврозоны. И если начнется структурный экономический кризис там, то, видимо, придется, наверное, каким-то образом эту проблему решать уже на глобальном уровне. И поскольку Германия и Франция вряд ли смогут справиться с пожаром в Италии, соответственно, я думаю, что есть, наверное, причина говорить о том, что даже тот политический кризис в Италии, он может быть таким своеобразным спусковым крючком, который вынуждает инвесторов распродавать активы, высокорискованные итальянские активы более усиленно. Вчера мы наблюдали, что, в общем-то, греческие, все говорили о том, что греческие рынки вдруг стали так активно расти, то есть акции прибавили порядка 15% с начала года. Ну, конечно, потому что сейчас индекс Афинской биржи составляет порядка 1000 пунктов, а до кризиса составил 2000 пунктов. Соответственно, многие бумаги кажутся перепроданными. Если говорить о итальянской проблеме, то, наверное, да, здесь есть все причины, наверное, беспокоиться. Но все-таки пара евро-доллар и рост курса доллара я связываю с тем, что растет спрос на защитные активы, прежде всего, американские трежерис и другие облигации таких, наверное, надежных эмитентов, как Швеция, Германия. И тут следует сказать, что доллар как защитный инструмент всегда сильно прибавляет в цене, когда мы наблюдаем распродажи на фондовых площадках. Андрюш, смотри, вот ты о Греции вспомнил, Артур, смотри, я где-то сегодня прочел, мне показалось это корректным сравнение. Год назад буквально мы были свидетелем политического кризиса в Греции, помните, да? Когда сразу не был избран парламент, повторные выборы, опять они там договаривались, договаривались. В конечном итоге проблема была снята. Ну, сколько, да, потеряли, сколько седых волос прибавилось, если уж на меня не смотрели. Но отличие той ситуации от этой в том, что тогда нерешение политического кризиса в Греции расстоянивалось как большие, так сказать, проблемы для евро, уже для распада еврозоны. Для еврозоны в целом. Да, то есть сейчас политический кризис в Италии не ведет к автоматическому развалу еврозоны. То есть мы сейчас не говорим о том, что... Ну, хорошо, может быть, мы не говорим об автоматическом развале еврозоны. Но Италия, слава богу, не Греция, правильно Андрей сказал, третья экономика Евросоюза. Если там начнется политический кризис, то тогда инвестор побежит без оглядки, нет? Я имел в виду то, что, да, сейчас Италия очень большая проблема, но немножко с другой... Ну, то есть прямой параллели здесь нет, да? Да, прямой параллели, конечно, нет. То, что было в 2012 году, то, что сейчас нет. Потом еще не следует забывать, что в Греции это тоже, понимаете, мы это смотрим с одной стороны, но та же Германия, она тоже хотела оторвать. И даже Россия частично мы посматривали на греческие газотранспортные компании. То есть Германия хотела активно поучаствовать в приватизации греческих госактивов. Соответственно, мы все знаем, что когда была еврозона организована, то, можно сказать, бенефициарами этого стали как раз Франция и Германия, то есть крупные экономики. А Южная Европа, она, в общем-то, сразу же ее наводнили товарами, услугами. Они были в какой-то степени, наверное, ну не пострадали же, конечно, в конце концов они тоже выиграли. А теперь настал черед расплачиваться той же Германии и Франции. Но, безусловно, конечно, ситуация в Греции, она зашла за рамки всех приличий и, в общем-то, выплеснулась, наверное, в эти мировые, так сказать, информационные аналы своеобразной такой лавой, которая, в общем-то, до сих пор не может остыть. — Я понял. Хорошо. Значит, мы тогда дальше с вами поговорим сегодня, как вы знаете наверняка. А, уважаемые слушатели, надеюсь, и вы тоже знаете, и кто не знает, анонсирую. Собственно, через 45 минут начнется выступление Александра Бернанкиев перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Каждые полгода он такой мини-отчет предоставляет, и рынки все сегодня во внимании. Активность, ну, по крайней мере, второй половине дня достаточно небольшая, связанная именно с этим. Ожидание этого выступления сейчас мы обсудим. А прежде послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжим. Продолжим. Сегодняшний наш разговор посвящен валютному рынку. И в гостях Андрей Дергин, начальник отдела аналитики Форекс.Клоп и Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра. Ну, давайте еще раз. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Артур. — Да. — Твой выход. Значит, сегодняшние выступления, господин Бернанки, чем оно так, собственно, может... — Ну, надо бы поговорить не только о выступлениях, но и о других проблемах. В общем, сейчас рынки волнуют три проблемы. Это, как мы уже говорили про Италию, разрешение политического кризиса в Италии. Соответственно, вторая проблема — это секвестр американский. То есть 1 марта, возможно, пройдет автоматическое сокращение расходной части бюджета на более чем 100 миллиардов долларов на каждый год. — Это в любом случае произойдет, если что-то они до 1 марта не придумают. — То есть пока кажется, что это основная проблема для рынков. Однако сегодня будет выступать Бен Бернанки, и мы ожидаем, что... — Это третья в списке, да? — Да, третья проблема, если Бен Бернанки не сможет, так сказать, сладкую пилюлю рынкам дать. — А как она, кстати, может выглядеть, сладкая пилюля? Вот учитывая минутки, да, неделю назад мы с вами смотрели, там сладкого мало было уже, да, и народ не случайно начал дергаться. — В общем, Бен будет выступать перед Конгрессом, он расскажет о текущем состоянии экономики США, о монетарной политике США, что он ожидает, как она будет проходить. — Естественно, рынки ждут, что Бен скажет, что в любом случае программа количественного смещения будет оставаться на этом уровне, какой он сейчас есть, то есть 85 миллионов. — До конца 2015 года, как они там, да, планировали? — Нет, имеется в виду отдельный выкуп активов. — А, уровень, я имею в виду, да. — Ну, отдельный уровень выкуп активов, и второй момент, это, конечно, мы узнаем, до какого момента Бен хочет поддерживать ставки на нулевых уровнях. То есть рынки ждут, что уровень выкуп активов, скорее всего, останется на том уровне, который он сейчас есть. То есть это будет, в общем-то, сладкой пилюлей для рынков, и, возможно, мы увидим опять возвращение аппетита к риску. — И все, что вчера, в частности, произошло на американских площадках, вот этот негатив, связанный от Италии, да, он может нивелироваться? — Потенциально он может нивелироваться. — Конечно, проблема в том, что, однако, проблема в том, что итальянская проблема, она как заноза в теле, если ее не вытащить, она будет болеть-болеть. И, к сожалению, заноза не вытащена, и будет долго еще находиться, потому что сейчас прошли выборы, однако мы понимаем, что никакой коллиции не будет. — То есть, возможно, будет перевыбор через какое-то количество месяцев, и это некоторое количество месяцев… — Да, будет в подвешенном состоянии. — Да, в подвешенном состоянии, естественно. То есть итальянский негатив, он будет постоянно давать негативные поводы в рынок. — Скажи мне, вот даже сегодняшняя сладкая, возможная сладкая пилюля, она не сможет, так сказать, или точнее она способна, да, вот это негативное ожидание 1 марта, ну, с точки зрения финансового секвестра, да? — В общем-то, мы говорили о параллеле с Грецией, но если мы вспомним июнь прошлого года, несколько недель рынки находились в подвешенном состоянии, только из-за непонятного, из-за неразрешенности политического кризиса в Греции, и тогда… — Все остальное, да, не так важно было? — Было важно, да, но, так сказать, не давало разворота, что ли. — То есть акцент сместился? — То есть потенциально проблема итальянская, она может, несмотря на то, что, например, американцы там договорятся, или, там, Бен, ну, скажет, что будет поддерживать выкуп активов на нормальном уровне текущем, да, все равно, что она может давать постоянно негатив. То есть из-за того, что… В чем беда итальянской проблемы? — В том, что мы не понимаем, в каком направлении будет двигаться итальянское правительство, то есть будет ли она поддерживаться мерами бюджетной экономии или не будет. Только поддерживание, придерживание мер бюджетной экономии позволяет надеяться на то, что ЕЦБ выйдет в любом случае и поможет рынкам. То есть, как мы помним, летом Марио Драги заявил, что в любом случае поможет Италия и Испания, то есть будет выкупать облигации на вторичном рынке, если те будут придерживаться определенных условий. А здесь, соответственно, если придет к власти, ну, скажем, при перевыборах, например, или кто-нибудь другой, например, там тоже Берлсконе, да, соответственно, основные, так сказать, базовые вещи будут нарушены. То есть, возможно, риторика Марио Драги поменяется. — Да, возможности у него не будет помогать, да, потому что это будет противоречить. То есть, здесь, конечно, очень много беспокойств из-за, ну, и самое главное беспокойство, то, что кризис политический в Италии будет непонятно, когда он разрешится. То есть, не через неделю, а, может быть, через месяц, через два, непонятно. — Андрюш, что ты по поводу выступления Бернанки? Какие у тебя ожидания? — Ну, я согласен с Артуром, да, он все действительно, сейчас есть вот эти три проблемы, но я все-таки склоняюсь к тому, что главное, что никакую пилюлю получит пациент, горькую или сладкую, главное, чтобы он выздоровел. Соответственно, очень важным в этой связи мне видится устойчивость восстановления американской экономики после кризиса. Я, на самом деле, не жду никаких особо позитивных новостей сегодня от главы ФРС, поскольку все равно сейчас участники торгов, они в большей степени смотрят на то, смогут ли политики в Вашингтоне договориться по поводу вот этого бюджетного вопроса, и действительно, это проблема секвестра, который, как дамоклов меч, навис над рынками, поскольку рынки всегда нуждаются в позитивном информационном фоне. И действительно, то, о чем уже говорил Артур, очень важным будет, но, наверное, не первоочередным вопросом, который затронет глава американского регулятора. Это насколько будет готова ФРС продолжать выкуп облигаций в тех объемах, то есть продавать, выкупать, но в тех объемах, в которых это происходило раньше, поскольку, как правило, заявленные объемы, они не соответствуют реальным. И то, что мы сейчас видели ралли на американском долговом рынке в декабре-январе, которое при этом сопровождалось ралли и на фондовых площадках в январе, мы видели, что фактически американские рынки росли до середины февраля весьма устойчиво. При этом это сопровождалось ралли на долговом рынке, потому что инвесторы знали, что Федрезерв продолжает выкуп облигаций, соответственно, на этом можно поживиться. Сейчас уже, конечно, оснований для продолжения тех объемов количественного смягчения, как принято это называть, становится все меньше. Единственным, наверное, фактором, который может повлиять на решение ФРС, это будут розничные продажи в феврале, поскольку Walmart, крупнейший мировой ритейлер, он предупредил, что розничные продажи по результатам февраля будут катастрофическими. Соответственно, это будет индикатором поведения американских потребителей, от которых зависит, в общем-то, вся мировая экономика. Американская как минимум. Да, американская как минимум, но, безусловно, мы видим, что как раз вот эта проблема, понимаете, конечно, для обычных американских домохозяйств проблема секвестра, она очень далека, да, и, соответственно, они не задаются вопросом, что произойдет. То же самое, как и было перед Новым годом, мы видели, но сейчас мы видим сужение трат американских домохозяйств, это может сказаться самым негативным образом. Соответственно, что мы можем ожидать? Мы можем ожидать от Федеральной резервной системы, что как минимум она оставит те объемы выкупа. На прежних, да? Что, в общем-то, большая доля продаж за рубежом, она радует рынке, поскольку в целом чистая прибыль растет, соответственно, это может стать определенным драйвером роста хотя бы фондовых площадок. Что касается рынка Форекс, то здесь понятно, что если проблема с секвестром не будет разрешена до 1 марта, то, конечно, пара евро-доллар может опуститься вплоть до отметки 1,2850. Но все-таки я считаю, что рынок уже хотел этой коррекции фондовой, поэтому до, возможно, десяток чисел марта он будет уже снижаться, а потом мы увидим снова рост. Поскольку, в принципе, потенциально крупнейшая мировая экономика сейчас, она, в общем-то, находится, наверное, на пути к выздоровлению. И вряд ли здесь следует ожидать каких-либо негативных ударов. Даже тот же секвестр, хорошо, 85 миллиардов, да, сейчас-то военные расходы, выплаты различные. Это, конечно, повлияет, это замедлит рост. Мы видели, мы прогнозируем рост 2,1% по результатам текущего года, но это может срубить по, допустим, если брать первый квартал, 1,1%, да, 1,1% роста можно срубить, но больше повлияет потенциально негативные данные по розничным продажам. Если это произойдет, то да, конечно, здесь уже следует нам каким-то образом пересматривать свои модели и прогнозы. Но пока, тем не менее, оснований у тебя нет, да? Оснований нет. Я считаю, что эта проблема будет решена. И, конечно, проблема в Италии, она будет каким-то образом давлеть, наверное, но не так критично, поскольку вряд ли кардинально мы увидим смену вектора развития итальянской экономики. Итальянская экономика — это не греческая, даже не испанская экономика, и уж, конечно же, не португальская. Это развитая постиндустриальная экономика, которая с зрелой финансовой системой. Мы видели Банк Адепейский, да, там у них были старейший мировой банк, да, там были проблемы, проблемы были решены, все банки декапитализированы, и, в общем-то, оснований для пессимизма я не вижу. Ну и слава богу, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. В гостях Андрей Дергин, начальник отдела аналитики Форекс-клуб и Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра. Собственно, основные, я так понимаю, интриги, да, нынешнего времени мы с вами, вы, точнее, да, озвучили и разъяснили. Это проблемы, текущие проблемы выборов Италии, это проблемы американского секвестра и, соответственно, сегодняшние выступления, сегодняшние и завтрашние выступления господина Бернанки. По поводу статистики, есть смысл говорить о том, что мы в четверг, по-моему, да, нам рисуют статистику пересмотрен ВВП за четвертый квартал по штатам. Ну, в целом... Ожидания, кстати, уже позитивные, почему? Ну, в общем, надо понимать, что ВВП американский просел в четвертом квартале из-за того, что многих, там, компаний, домохозяйств, были негативные ожидания насчет проблемы, там, фискал-клиф, помните, которая была в конце, там, декабря. Соответственно, они, там, многие компании решили... Зажимались, зажимались, да? Ну, и военные расходы все-таки снизились. Да, да, существенно причем, конечно, оборонку. Но я просто клоню к тому, что на самом деле будут уже показательные данные ВВП за первый квартал. Но, к сожалению, нам еще долго до них жить. То есть в четверг пересмотренные, да, особой погоды не сделают. Все просто рынки понимают, что, да, американский ВВП просел в четвертом квартале по объективным причинам. Но он там, на самом деле, чуть-чуть все-таки есть вероятность того, что будет лучше, на самом деле, результат за четвертый квартал. Но, в принципе, прав Артур, что рынок уже эту новость отыграл. И, наверное, все-таки пока что все сидят и держат кулаки по поводу как раз проблемы секвестра. Поскольку, действительно, это может либо рынки на короткое время какое-то потопить, я имею в виду, фондовые площадки, либо очень сильно поддержать. Ну, и, действительно, вот как Артур совершенно справедливо заметил, если нам пилюли выдаст аптека в лице Бена Бернанки, тогда, конечно, может быть, следует ожидать какой-то передышки на фондовых площадках. Ну, именно передышки, потому что ты там говорил, пилюли горькое или сладкое не важно, потому что пациента выздоравливал. Я понял вас. Если позволите, давайте посмотрим чуть-чуть, сейчас, на карту, если смотрю, чуть-чуть правее посмотрим на восток. Правее на восток. Ну, в Японию, в частности. Может, о чем с Ирана? Мы можем поговорить об Иране, меня интересует проблема японской иены все-таки. Как раз «Оскар» вручили фильм, это операция «Арго», да, это уже... Что касается Японии, то страна восходящего солнца сейчас, конечно, находится на таком распутье, потому что мы знаем, что правительство новое, сформированное, тоже, кстати, перекликается ситуация в Италии. Мы знаем, что политическая ситуация в Японии, она тоже весьма турбулентна, так же, как и экономическая. То есть страна находится длительное время в дефляционной спирали, японцы предпочитают сберегать, но не тратить, соответственно, наверное, некрасиво говорить так, но в какой-то степени, конечно, безусловно, трагедия произошла в Фукусиме, но в определенной степени она очень сильно... Вот мобилизация, наверное, мобилизация экономики, мобилизация финансовых ресурсов и людских ресурсов, она действительно в какой-то степени поддержала, да, поддержала экономику страны восходящего солнца. Но сейчас драйверов роста нет, поскольку уже даже говорят не о потерянном десятилетии для японской экономики, говорят чуть ли уже о... От спироек. Да, да, да. Поэтому, понимаете, то, что сейчас нам обещают японские политики о том, что нужно действительно, чтобы... Ну, если говорить уже каким-то экономическим тем, чтобы росла инфляция, да, чтобы рос устойчивый ВВП, наверное, к этому стоит относиться скептически. Поскольку, если, понимаете, если заглянуть вперед, то, что мы видим, мы видели сейчас отчетность японских компаний, Sony отчиталась очень плохо, да, японские автопроизводители, да, зарубежные, так сказать, фабрики работают хорошо. Но, конечно, сейчас все взоры устремлены на Китай. Если брать более такого, наверное, компактного игрока, то, конечно, Южная Корея. Но Южную Корею, конечно, будет действительно мучить проблема политических рисков, потому что есть и Северная Корея. И сейчас уже мы тоже видели, если говорить о каких-то... Тоже, возможно, поворот будет и в Южной Корее. Но в целом сейчас, конечно, у Южной Кореи такое технологическое, наверное, лидерство есть в определенной степени, потому что Samsung, например, прекрасно всегда демонстрирует отчетность. Он адаптировался, ну, вот эта система так называемых Чеболь, они, по-моему, называются, да, это Чеболь, да. То есть этих крупных вот этих корпораций, которые в себя включают все, и от производства иголок до... ну, самолета Кореи Южная не производит, но поезда производят точно скоростные. То, в общем-то, в Японии, я думаю, не стоит от Японии ожидать каких-либо сюрпризов в ближайшее время. Ну, как минимум, вот то, что происходит сейчас с японской иеной, да, и, значит, декларация изменения курса монетарной политики, приход нового, да, и вот, собственно, на этом еще в понедельник мы видели, да, иена здорово танцевала, да. Совершенно верно. Вот это, Артур, как ты считаешь, вот эта тенденция продолжится, или все-таки мы близки уже где-то, так сказать, к окончанию этого... Новый, например, министр, да, пришел и, ну, сейчас назначил на пост главы Центрального банка Японии. Банк Японии — человек, который придерживается политики, там, таргетирования инфляции, там, увеличение, там, до 2%. Соответственно, рынки понимают, что потенциально, среднесрочной перспективе, так сказать, банк Японии будет еще больше стимулировать экономику монетарным путем. Естественно, иена ослабляется, и теоретически, если это так и будет, мы увидим, де-факто, продолжение ослабления иены. Ну, если мы говорим про... Про текущую тенденцию, да? Ну, да, если про тенденцию, говорим именно на валютную. Да, я согласен, что там в Японии, ну, пока с трудом видится, как рост ВВП начнет расти, там, нормальными темпами, не такими низкими, как сейчас, да. Ну, если говорить про тенденцию на валютном рынке, да, скорее всего, мы можем увидеть продолжение от ослабления иены. Ну, смотри, тебе как аналитику, я так думаю, ну, должно быть очевидно, хотя, может быть, тебе аналитику как раз и сложнее воспринимать очевидные вещи. Ну, смотри, вот это политика, да, которую декларирует последние несколько месяцев правительство Японии. Это монетарное стимулирование, да, ослабление курса национальной валюты, национальный производитель становится конкурентоспособен, ну, и вот... Ну, там еще главное именно рост инфляционных ожиданий, вот они пытаются запустить инфляцию, то есть, чтобы люди понимали, что зачем я... Ну, сейчас какая логика у японцев? Зачем я буду сейчас деньги тратить, я лучше потом потрачу, будет дешевле, да? Да, конечно. А если они запущены в инфляционные ожидания, люди начнут покупать сейчас, на это стимулирование будет стимулироваться, да. Тут есть вот еще какой момент. Момент того, что, на самом деле, если мы сейчас будем наблюдать на протяжении следующих трех недель коррекцию на фондовых площадках, то все начнут кинуться скупать защитные активы, то иена может немного и укрепиться. Потому что восприятие иены, особенно если брать биржи азиатские, как защитные валюты, поскольку мы все знаем, что Япония, она является обладателем по объему одним из крупнейших международных резервов. И, соответственно, конечно же, мы можем увидеть укрепление иены локально, то есть в ближайшие три недели. Но, опять же, видите, вся сейчас завязка находится в Вашингтоне. А, нет, даже в новое правительство, даже в новое правительство, которое там, понятно, что они будут декларировать, да, и понятно, что они будут стараться каким-то образом оживить конъюнктуру экономическую, потому что, действительно, страна находится в стагнирующем, бреющем полете уже многие, даже, ну не многие годы, а... 22 года где-то. Да, фактически десятилетия, да. Соответственно, конечно, оживить японскую экономику сейчас может, наверное, какое-то чудо. Чудо. Причем, опять, да, твоим же текстом, если пользоваться, все завязки и все развязки находятся в Вашингтоне сейчас. За ниточку потянуть можно, при желании. Конечно, и то же самое чудо, тоже, да, которое может подействовать на японскую экономику, видимо, там тоже, в Вашингтоне. Хорошо, тогда давайте мы сейчас перейдем с вами, ну, опять географически, да, мы с вами переместимся чуть левее и ближе к, значит... Что там левее? Ближе к теме, да. Что там левее? Левее наша страна. Совершенно верно. Давайте поговорим о российском рынке, ну и в рамках, в контексте сегодняшней программы, поговорим о валюте Российской Федерации. Значит, я буквально два слова скажу, что мы наблюдаем на этой неделе, наблюдаем ослабление рубля, и, собственно, с годовых минимумов он упал уже практически на 60 копеек. Вот. Пара доллар-рубль сейчас торгуется в районе 30-50, а в максимуме, да, торговал в районе 29-80, это в начале января месяца. Значит, в связи с этим вопрос, вопрос традиционный, что служит тому причиной, только ли бегство, да, изменение конъюнктуры вот этой мировой или какие-то внутренние у нас есть истории, и некие перспективы, конечно, будут интересны. Давай, Андрюш, тебя. Если брать текущую конъюнктуру, то, безусловно, падающая цена на нефть, бегство из риска, посмотрите, долларовый, да, там, долларовый РТС больше 2% теряет. И, конечно же, рубль в какой-то степени все равно поддерживает, во-первых, перед налоговых выплат, во-вторых, и сейчас Сбербанк пока не вмешивается, ой, Сбербанк, 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 он не вмешивается. Мы считаем, что рубль может получить свой Оскар в номинации лучшая валюта развивающихся стран, и может укрепиться потенциал, наша цель по рублю 27 рублей 90 копеек за минус американской валюты. Подожди секунду, мне понравилось твое игривое настроение, во-первых, да, Оскара он получает за лучшую валюту развивающихся стран. А в чем смысл-то? Она самая красивая, самая что-то, бумажка у нее самая розовая. Ну, смотрите, давайте немного такую, возьмем патриотическую нотку. Давайте, желательно объективно только быть. Потенциал, потенциал укрепления у российской валюты есть. Посмотрите, если взять среднюю стоимость нефти с начала года, она составляет 111 долларов 50 центов. Соответственно, справедливая, уже сейчас справедливая цена доллара на валютных торгах, если отталкиваться от социально-торгового баланса Российской Федерации, от других макроэкономических показателей, она составляет 29 рублей 80 копеек. Мы видим, что на волне, возможно, вступления России в ВТО, были опасения того, что хлынет импорт. Да, и в общем-то, наверное, регулятор российский, он как раз старается поддержать российского производителя. Логично. Да, но на самом деле, если брать, поскольку цена на нефть растет, соответственно, в долларовом эквиваленте увеличивается и экспорт. Мы видели некоторые падения, да, если посмотреть промпроизводство в январе, мы видели некоторые падения добычи. Но оно связано, в общем-то, сезонные там есть факторы, другие факторы, они не имеют отношения к тренду. Безусловно, сейчас, в данный момент, мы ожидаем, что если мы ожидаем в первом квартале, что объемы экспорта будут расти опережающими темпами по отношению к импорту. Соответственно, это должно оказать какую-то поддержку рублю. Но здесь есть интрига какая. Дело в том, что мы видим замедление промпроизводства, возможно, замедление ВВП российского. Соответственно, видимо, уже давят и власти на Центробанк, чтобы он снизил ставки рефинансирования. Конечно же, это приведет сразу же к снижению курса российского рубля. По нашим прогнозам, до 30 рублей 90 копеек за единицу американской валюты. Но, учитывая текущую ситуацию на фондовых торгах... Андрюш, прерву тебя, и мы это обсудим чуть позже. А сейчас новости на финансе. Ну что ж, последняя часть нашего эфира, уважаемые слушатели. Мы продолжаем отвечать на вопросы и, собственно, давать некие прогнозы. Забавно до эфира вот я сейчас вдруг подумал, что одно из самых главных удовольствий для меня в жизни – это смотреть, как спорят аналитики. Так это всегда. Красочно, красочно это. Я был свидетелем этого только что. Огромное вам спасибо. Продолжаем обсуждать тему рубля. Единственное, что, Андрюш, я прошу прощения, немножко отвлекусь, потому что открылись американцы. Открылись неожиданно, ну или ожидаемо, хорошо, позитивно. Прибавляют в момент по полпроцента и тот, и другой. И Сипи, и Дову Джонс. И сейчас видно, ну так тоже парадоксально. Все в красном, а они раз зеленые. Ждут, наверное, сладкую пилю. Да-да-да, то, что Бен Бернардки вместе с Артуром Копшем пообещали только что в прямом эфире. Итак, друзья, продолжаем разговор. Андрюш, ну, если есть желание, закончи. Итак, что нам ждать от рубля в ближайшей перспективе? Пока, конечно, мы цель не пересматривали по доллару. То есть, 27 рублей 90 копеек за 11 американской валюты. Но в ближайшее время вряд ли рубль укрепится ниже отметки 30 за доллар. Соответственно, а уж если есть и ожидания смягчения монетарной политики со стороны российского регулятора, то, конечно, рубль имеет все шансы ослабиться до 30 рублей 90 копеек за 1 американскую валюту. Но пока цены на нефть, они остаются на комфортных уровнях для рубля. И вообще, если посмотреть сейчас вот чисто, если посмотреть все фундаментальные показатели российской экономики и того, как там очень сильно снизились сейчас объемы торгов, хочу вам сказать. Мы посчитали, посмотрели, по сравнению с прошлым годом, они снизились где-то на 40 процентов. Торгов именно на валютной секции? Да, 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 да. Это, конечно же, на фондовых еще больше, на фондовых площадках еще больше. Соответственно, это, безусловно, волатильность. Да, один игрок серьезный может выйти с валютной выручкой, продать ее и все, и двинуть туда. Но, конечно же, Центробанк за этим следит. И Центробанк сейчас, конечно, находится тоже в достаточно такой комфортной позиции, поскольку, в принципе, и причин для вмешательства-то и нет. То есть вот этот вот коридор, который сейчас есть, он достаточно комфортен. Но рано или поздно, при таких высоких ценах на нефть, да, и когда мы уже войдем в русло, да, будем уже смотреть более реально, там наше вступление в ВТО будет расти. Импорт правильно говорит Артур о том, что есть риск того, что импорт постепенно будет расти более опережающими темпами, чем российский экспорт. И, конечно же, это повлияет на счет текущих операций Российской Федерации. Соответственно, безусловно, это новость негативная для курса рубля. Но для наших слушателей, я думаю, важно понимать, что пока мы не находимся в такой, можно сказать, кризисной ситуации, да, Центробанка есть ресурсы для того, чтобы поддерживать курс валют на текущих уровнях. Соответственно, оснований для паники нет. Нет, 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 мы никакой паники не говорим. Боже упаси. Артур. Значит, рубля, ну, по моим ощущениям, рубля всей шансы продолжать укрепление, какое мы видели в январе-феврале, объективно есть для этого причина. Как, опять-таки, это все еще очень хорошие цены на нефть. То есть даже то, что она сейчас 113 стоит, как бы, негатив, потому что она упала с 117, конечно. Но на таком среднесрочном перспективе это очень хорошая цена, цена нефть. Потом ставки Центрального банка все еще высоки. Среди развивающих стран у нас очень высокие ставки Центрального банка. И, скорее всего, если он будет понижать их, чтобы стимулировать экономику, скорее всего, это произойдет не раньше, там, второго квартала. Я тебе хочу, у нас среди развивающихся стран еще Оскар есть у рубля. Вот только что его Андрей, да, вручил. Я не вручил, нет, 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 имеет шансы. Это как бы кмекерская контора. Ну, а что, рубль имеет шансы. Посмотрите, только рубль, российский рубль и чешская крона, не норвежский ресурс. А вот среди потенциалов перепродан очень рубль все-таки. Ну, конечно, надо посмотреть еще на такой фактор, как аппетит к риску, опять-таки. Если мы сейчас увидим, что итальянская проблема пойдет в негативном ключе, если, помимо того, что объемы выкупов будут сокращаться, или что американские фискальные проблемы будут наваливаться, то мы можем, конечно, увидеть сценарии, которые были в 2012 году, летом, или когда, в мае. То есть они будут во главе угла, они будут, да, диктовать курс доллара? Да, то есть есть какие-то тенденции? Какие вот эти внутренние идеи наши, они... Есть еще один, есть еще один очень важный момент. Мы видим сейчас либерализацию российского долгового рынка, и наблюдали ралли на рынке ОФЗ. А, безусловно, это будет стимулировать спрос на российские рубли, поскольку они динаминированы в рублях. Но тут, конечно же, прав Артур, потому что, если наши власти смогут привлечь инвесторов, да, сейчас московская биржа, и все ждут приватизацию, да, 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 и по пакету Алросы и других, это может привлечь серьезного инвестора, потому что нужны истории, и нужны толчки для роста. Тогда мы, конечно же, будем наблюдать спрос на рубли также. — Кстати, благодаря либерализации, ну, в общем, уже доходности ОФЗ сильно упали, то есть уже стороны... — Правильно сказать, привлекали инвесторов. — Да, они привлекали. Сейчас доходности ОФЗ достаточно низки, и поэтому уже объем наплыва инвесторов сокращается раз, а, во-вторых, выросла волатильность. Евроклил реально заработал, и теперь глобальные новости, ну, которые влияют на глобальный аппетит к риску, они влияют и уже больше влияют на рубли со стороны канала, там, долгового рынка. — Конечно. То есть проще, да, стало просто-напросто. — Войти и выходить. — Выходить, да. Надо сказать, что выходить тоже стало очень просто. — Чего и добивались, собственно. — Есть еще, знаете, есть еще момент, что вот сейчас история с ОФЗ отыграна, да, там, ну, спред большой с нашими корпоративными, да, облигациями, которые, ну, есть квази-государственные эмитенты, у которых кредитный рейтинг, он идентичен суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации. То есть, конечно же, инвесторы могут обратить внимание и на этик эмитентов, но там вроде бы есть проблемы с налогообложением, если я не ошибаюсь, то есть... Но в целом тоже чем не идея. — Да, ну, конечно, это, может быть, идея на весь 13-й год, покупать первый эшелон в облигациях, ну, скорее всего, будут, конечно, не социальные инвесторы делать, то есть это не идея для физиков, но, ну, к сожалению, возможно, это будет идея не очень хороша для иностранных инвесторов, они все-таки предпочитают там суверенные бумаги покупать в основном, соответственно, ну, с позиции иностранных инвесторов, то есть пока корпоративный рынок не очень, наверное, интересен будет. — Будем ждать, будем ждать позитивных новостей, и вот как раз от московской биржи в частности. — Еще есть вопросы по сырьевым валютам, но я думаю, мы не будем их конкретизировать. Австралиец, новозеландец, канадец и эти тренды... — На самом деле мы считали по, в общем-то, сейчас какой тренд, что все сырьевые валюты, они имеют тенденцию к, соответственно, к росту. По нашим моделям, если я не ошибаюсь, то австралиец может подрасти на где-то, по-моему, 1,2%, если я не ошибаюсь. Надо посмотреть таблицы. Но, в общем-то, тут также следует принимать во внимание те глобальные риски, которые сейчас существуют, поскольку, понимаете, мы... — Риски связаны именно с ценами на сырье, да? — Да, и мы-то рассчитываем все модели, когда безоблачная погода, да, а если ударит молния, то все может измениться. Ну да, действительно, это сейчас такая интересная инвестиционная идея. Это и австралийский доллар, и новозеландский, и канадский доллар. — Ты что-то добавишь? — Ну, я вообще согласен, да. Все важно понять, как будет спрос на сырье в мире. Мы видим, что там Китай, возможно, темпы роста 2013 года уже будут выше, чем темпы роста 2012 года. Возможно, Европа уже, начиная с второй половины, там, 2013 года начнет выходить за ресессии. И, соответственно, на среднесрочной перспективе, возможно, мы увидим рост спроса на сырье, со стороны глобальной экономики, естественно, сырье и валюты будут нормально лучше. — Я понял. И осталось несколько минут еще по золоту. Есть вопросы у нас традиционно по золоту. Как вы его видите, да, что вы с ним делаете? — Слодушка упала. — Не трогаете вообще? — Мы, на самом деле, видим его оптимистично, но золото так не считает, на самом деле. То есть наши цели были выше текущих. Но, если я не ошибаюсь, сегодня с утра я видел незначительный рост котировок. И даже я смотрел там на фондовых площадках, то есть поле золота там и на волне вот этой истории со сменой акционеров, да, и, в общем-то, как правило, влияет стоимость базового металла. По золоту, по золоту у нас самый такой консервативный прогноз на конец 2013 года — это 1850 долларов за тройскую унсу. — Самый консервативный? — Да, да, да. — Там есть... — 1850, да. — Правильно, Зако? — Да, там есть еще прогнозы выше. — Давай, давай. — Нет, мои коллеги, на самом деле, очень особенно у нас есть аналитик Микаэл Вердян, который занимается непосредственно металлами. Дело в том, что сейчас многое будет зависеть от того, как поведут себя именно фондовые площадки, поскольку физические объемы покупок золота, они находятся сейчас на стабильном уровне, они перестали расти. При этом даже уже такой парадокс мы наблюдаем, то есть если до кризиса стабильно спрос на золото опережал объемы добычи, то во время кризиса, соответственно, там были какие-то определенные дисбалансы, сейчас ситуация здесь стабилизировалась, то есть добыча в какой-то степени увеличивается. — Ну, конечно же, растет очень сильно потребление в странах Ближнего Востока, в Индии, в том же Китае, растет промышленное потребление золота, но уже спекулятивные объемы покупок снизились. — Ну, подожди, мне прогноз все-таки интересный, да? У тебя консервативный 1850, а вот у коллеги твоего, да? — Нет, 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 это как раз у коллеги. Мы и коном, мы считаем, этого прогноза следует придерживаться. — 1850, да. — Ну, честно сказать, мне кажется, золото будет с этих уровней падать ниже, это сейчас оно, сколько там, 1500... — 1590 сейчас, да, его текущих. — Да. — Моя точка зрения цена на золото определяется монетарной политикой глобальных центробанков. Мы знаем, какой объем выкупа активов сейчас придерживается ФРС. — Скорее всего, там, на перспективе нескольких лет он не будет увеличивать объем выкупов. То есть, со стороны монетарного предложения Америки, рынки уже понимают, какой потолок есть. — Ограниченные, да? — Соответственно, монетарная политика всегда влияет на золото, соответственно... — То есть, если сделали бы они неограниченным, да, тогда мы увидели бы... — Если бы, там, например, завтра ЕЦБ сказал, что мы начинаем выкупать банды, там, европейские, да, там, но мы этого не видим, скорее всего, это, возможно, даже не произойдет. Мы не знаем, что ФРС не будет увеличивать выкуп, соответственно, куда золото расти. — Я понял. — Друзья, все, времени, времени, я бы еще с удовольствием поговорил. В гостях сегодня были Андрей Гергин, начальник отдела аналитики Форекс-клуба, и Артур Копышев, аналитика Носковского фондового центра. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, как всегда, увидимся, услышимся завтра. Всего хорошего. — Спасибо.